Военный парад, посвященный 77-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны, состоялся в Владивостоке 9 мая. Всего в параде приняли участие более 1600 военнослужащих Министерства обороны и других ведомств. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой и счастливое будущее. Я родился как раз после войны, поэтому, вы знаете, то восхождение, которое происходило тогда, ты пытаешься соединить с сегодняшним днем и понимаешь, что те эмоции, те слезы на глазах, которые были у мамы, папы, у родителей, у близких людей, дай бог, чтобы не опрокинули сюда в сегодняшний день. Потому что я сейчас думаю уже, а, дед мой, мои деды воевали, а много поколений уже дед не говорят. Деды, прадеды и прапрадеды. Понимаешь, какое счастье, сколько лет движения на этой благополучной российской земле. У меня отец прошел всю войну. Один дед погиб, один без вести пропал. Ну, наверное, действительно, в России этот праздник, ну, святой, можно сказать. Потому что, действительно, помните песню, да, нет в России семьи такой, где бы не памятил, он был герой. Наверное, в каждой семье. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Этот день посвящен тем, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. С какими эмоциями, чувствами пришли на 9 мая? Ну, с чувствами гордости за свою страну. За то, что есть время вспомнить, что была война, что было страшно. 9 мая для меня большой праздник. У меня отец ушел на фронт. Мне было всего один год. Я дитя войны. Поэтому я чту память и хожу всегда на 9 мая. День Победы. Я блокадница. Все осталось позади плохое, а впереди только хорошее. А этому надо радоваться. А чувство одно, как в той песне поется. Праздник со слезами на глазах. И с чувством величайшей гордости за наших дедов, за наших отцов, которые... Оставили нам этот мир. Да, оставили нам этот мир. Мирное небо. И дали возможность отмечать этот праздник, День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Самое главное, чтобы это было мирное небо, чтобы мы были всегда именно в таком состоянии, в хорошем, радостном, что это главный праздник. И его надо отмечать так, как положено. Отмечать главные праздники. С достоинством, с уважением. Самое главное, вот он правильно сказал, уважать тех, которые нам оставили этот мир. В День Победы люди вспоминают всех тех, кто не вернулся с этой страшной войны. Миллионы детей и внуков выходят на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые принимали непосредственное участие в приближении Великой Победы. По улицам проходит настоящий бессмертный полк, так как в памяти людей эти герои будут живы всегда. Вот это мой папа. Он в войну возил грузы, всю военную... Капитан, возил грузы из Америки, ленд-лиз, сюда, в Владивосток. Его именем назван был танкер, то есть он орденоносец. А второй дедушка, это по папиной линии, мой дед. Он был танкист, воевал, ранен и в Ташкенте потом обучал молодых танкистов военному делу. Это мои прадеды, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Один на дальневосточном управлении, Кузьменко Иван Сергеевич, и другой в европейской части нашей Родины, Шулин Петр Николаевич. Вот. Оба вернулись. Кто-то, конечно, с ранениями тяжелыми, но, скажем так, довели то, что начинали до того, скажем так, до того момента, как могли, да. Один дед полностью войну прошел с самых первых дней до... Ну, до 47-м году он мобилизовался окончательно. Один по ранению в 44-м году вернулся. Это мой отец, Калугин Викторий Степанович. Прошел Великую Отечественную войну. Значит, призвался в феврале 41-го. И прошел от Москвы до Берлина. Он ушел из жизни 9-го мая, на День Победы, в 98-м году. Прожил 84 года. Вы знаете, меня они переполняют. Такое ощущение, что я сама, наверное, сейчас вместе с теми, кто уже отстоял нашу Родину, кто сейчас за нее сражается. Потому что горечь от утраты ребят, которые сейчас спасают жизни нам, чтобы мы жили, были счастливыми, здоровыми. Это вот... это дорогого стоит. Наши деды отстояли нашу... ой, отчизну. А теперь этим ребятам довелось пройти такой же нелегкий путь. 9-го мая всегда особая атмосфера. Песни военных лет, воодушевленные лица людей и, конечно же, воспоминания о тех героических днях. Праздник, который объединил поколения. Что бы вы пожелали на 9-е мая? 9-е мая... ну, чтобы был мир в мире. Чтобы наша страна была гордая, сильной. Я пожелаю, в первую очередь, здоровья, чистого неба над головой и всего хорошего. Я бы мира пожелала всем, чтобы не было ни бомбежек, ни обстрелов, чтобы все люди думали только о хорошем и чтобы всем были радостны. Пожелать... ну, главное, мне кажется, мое пожелание – это мирного неба над головой, в принципе, да и все. Я желаю всем сегодня в праздник хорошего настроения, долгих лет. Ветеранам огромная благодарность за то, что они позволили нам сегодня быть в этих рядах, быть здоровыми, счастливыми. На 9-е мая, ну, прежде всего, конечно, мирного неба. То есть сейчас-то самое главное. Здоровья нашим родным, дорогим ветеранам, оставшимся деткам. Мирного неба самое главное, чтобы не было войны. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на... Субтитры создавал DimaTorzok